Так случилось, что это оказались Нина и Игорь. Чукнутые извращенцы, которые занимались сексом прямо в лесу. Во-первых, это не было сексом. Почему романтическое свидание происходило в дремучем лесу в лютый мороз? Как вышло, что отправившись на оленью охоту, мужчина открыл стрельбу по людям? И сможет ли его жена договориться с потерпевшими? Вам сейчас предстоят суды с государством. А судиться с государством сложно, поверьте мне. После смерти мужчины на его квартиру претендует внучка и ее ровесница, которая заявляет, что была женой пенсионера. У кого больше шансов получить наследство? Если ты этого не сделаешь, я не выжила. Не пожалей меня, пожалуйста. У меня уже слез не осталось плакать. Семья держалась на любви родителей к единственному сыну. Но он умер, и мир рухнул. У жены и мужа теперь совершенно разные представления о том, как жить дальше. Смогут ли они договориться? Жизнь – это борьба. За детей. За любовь. За деньги. Выигрывает тот, кто готов договариваться. Независимый беспристрастный посредник остановит войну на ваших глазах. И это будет самое справедливое решение. Валерий Рахтымов хочет мирно развестись и поделить имущество. Анна Рахтымова готова развестись и отдать мужу даже больше, чем он просит, но при условии, что он сделает ей ребенка. Пожалуйста, вам слово, Валерий. Да, Дмитрий. Вот это пока еще моя супруга Анна. Дело в том, что мы с Анной в браке последние 20 лет. Я безмерно уважаю эту женщину и готов ей помочь в любую минуту. И знаете, мне страшно произносить, но это слово, но развод неизбежен. Так, вы собрались разводиться. Да, но я решил, что мы должны честно и в мирном порядке поделить совместно нажитое имущество. Да, значит... О каком имуществе мы говорим? Что вы нажили во время брака? Да, я хотел бы вначале рассказать, почему мы хотим развестись. У нас дома квартира. Дело в том, что у нас был сын Сережа. И Сережа на свой день рождения, ему исполнилось 19 лет, собрал друзей. И они поехали кататься на горнолыжные склоны. Там он, к сожалению, погиб. И это для нашей семьи и для всех друзей была, конечно, очень большая трагедия. И трудно передать, что мы вообще пережили. Соболезную. На лыжах, да, разбился? Да, разбился. Вот. Ну, с тех пор прошло уже почти более полугода. Вы знаете, за это время мы как-то с супругой отдалились. И практически вот живем в одной квартире, но спим в разных комнатах. Практически как чужие. И я пытался как-то наладить с ней контакт, но никак не получается. И даже вот элементарные вопросы. Может быть, что-то приготовить. Какой-то ужин. Купить, пойти в магазине что-то. Какие-то решить вопросы. Ну, она совершенно не реагирует. Закрылась в своей вот коробочке, вот как улитка, и не хочет оттуда выходить. И все. Я уже предпринимал всевозможные меры. И даже оплатил ей специально лечение у психотерапевта. Да не помогает мне психотерапевт. Да. И не поможет. Ну как? Ну вот она сходила. Обычно горе объединяет людей, но у вас не получилось. Да, наоборот, произошло обратное. Вы знаете, да. Это не мой случай. Да. Ну вот она сходила несколько раз и все бросила. Сказала, что она здорова и не хочет лечиться. Но я-то, я-то человек, я тоже переживаю. Вы знаете, так происходит, что она даже избегает меня в квартире. И доходит дело до того, что... Ну, вы извините, мне неловко, конечно, об этом говорить. Но между нами совершенно нет никакой близости. И спрашивается... Вы с вами не до близости, поверьте. Ну, спрашивается тогда, ну, какой смысл нам дальше продолжать вот это совместное существование. Я тоже переживаю. Я от всего этого устал. И знаете, мне даже как-то легче вот при постороннем человеке впервые завести разговор о неминуемом разводе. То есть вы не видите для себя возможности дальнейшего... Абсолютно. ...существования вместе, да? Да. И поэтому вот пришли, чтобы как-то попытаться разрешить в мирном порядке вот этот вопрос раздела имущества. Так, я так понял, дом и квартира, да? Дом и квартира у нас, да. Да, действительно. Как вы предлагаете их поделить? Действительно, вот у нас есть квартира, которая стоит 12 миллионов рублей. Вот, пожалуйста, экспертное заключение, выписка из Единого государственного центра диестра. А также есть дом, который мы построили в Тверской области. То же самое, вот, значит, оценочная стоимость квартиры 12 миллионов рублей, а оценочная стоимость дома 15 миллионов рублей. И, как вы видите, квартира... Дом оформлен на вас, квартира на Ангер. Совершенно верно. На Анну, а дом оформлен на меня. Надо сказать, что я его строил последние несколько лет, и он совершенно пустой. К тому же я Анне предлагаю дать 2,5 миллиона рублей. Вот, чтобы все было честно, по справедливости и поровну. То есть вы хотите, правильно ли я понимаю, Валерий Леонидович, что дом так останется за вами, поскольку на вас оформлена квартира, Аня? Да, я это имею в виду. И вы готовы выплатить компенсацию разницы? Совершенно верно. Я готов выплатить эту разницу, поскольку я получил ее совершенно недавно от продажи дома, который также мне достался от бабушки по наследству. Ну, то есть ваше личное имущество, которое они делятся. Поэтому этой суммой я располагаю. Я думаю, что Аня мне простит 500 тысяч рублей. Аня, ну, тем более, что в квартире сделан такой капитальный хороший ремонт. Она полностью упакована дорогой мебелью, техникой. Ты человек городской, но человек городской, и этот загородный дом наш абсолютно не нужен. Она никогда практически туда не ездила. Вот только я там работал, а дом, как я сказал, стоит пустой. И поэтому я считаю, что это будет справедливо, если мы решим это все в мирном порядке, не через суд. Ну, безусловно, суд поделит пополам, и потом мучаетесь с этими долями. Чтобы не терять время, не тратить свои нервы, деньги, а действительно решить все на мировом соглашении. Ну, то есть разница между имуществом 3 миллиона, ну, вы готовы 2,5 компенсировать. Да, ну, как я сказал, что там, извините, мебели и техники больше, чем на миллион. А дом пустой? А дом абсолютно пустой. Но он достроенный, но пустой. Дом построен, но абсолютно пустой. То есть это ваше предложение по разделу совместного имущества? Да, вот такое мое предложение. Анна Георгиевна, как вы относитесь к такому предложению вашего супруга? Дмитрий, я согласна на любой раздел имущества, вообще от слова совсем, но просто, если мы же говорим откровенно, я не больна от того, что он считает, что наш брак стал разваливаться по моей вине после смерти сына. Да, это безумно тяжело, я не могу до сих пор об этом говорить, но он стал разваливаться намного раньше, 4 года назад, когда у моего мужа появилась любовница Олеся, ей 35 лет. Аня, да ты больная, ну ты больная совершенно. Вот я больная, я конечно, я больная. Какие 4 года, какая любовница? Ну это все вранье. Давай, давай будем честны, хорошо? Я знаю, я знаю, что вы встречаетесь, я знаю, что ты когда ездил на стройку дома, ты ездил к ней, тебя там и не было. Откуда я это знаю? Как-то ты поехал, типа, сказал, что поехал к маме, я на радостях, думаю, сделаю сюрприз, у меня выходной сложился, я к тебе, открывает дверь твоя мама. У нее глаза бешеные, а сын и не собирался приезжать. У меня тогда уже закрались сомнения. Мало ли где я мог быть? Ну что ты за чушь несешь такую, а? Ну пожалуйста, давай вот честно расстанемся и не будем сейчас просто выкручиваться. Расстаемся, расстаемся, хорошо? Да, у нас есть там сотрудница, она работает последние 4 года. Слушай, извини, извини, просто я... У тебя была открыта соцстраница, и я увидела твою переписку с этой Аней. Так ты еще по моим соцсетям ладь. Вот давай сейчас только, вот, это кто? Ну да, это Олеся, я не отрицаю. Господи, уже Олеся, извините, Олеся. Но там много других фотографий, я скринела самую приличную, которая говорит, что вы далеко не понимаете, что вы далеко не просто не коллеги. Значит так, пожалуйста, давай, я готова на все тебе, все тебе отдам, все подпишу, все как хочешь, только у меня одно условие. Ты говоришь про психиатра, мне не помогут ни психиатры, ни психотерапевты, потому что я потеряла смысл жизни после смерти Сережи. Я не понимаю... Мы не общаемся с тобой совершенно никак. Я не понимаю, зачем я просыпаюсь, зачем я засыпаю, зачем я дышу, зачем я ем. Поэтому я хочу родить ребенка. И я хочу, чтобы донором, то есть отцом ребенка, стал ты. Если ты пойдешь... Я знаю, сейчас будет шквал, шквал. Ты вонорая, Аня, совершенно. Зачем тебе ребенок? Тебе 46 лет. Я... Но ты же знаешь, что ты в этом возрасте вообще можешь не выносить его. Нет, Дмитрий, я прошла все... Я для него просто сумасшедшая дура. Я прошла все анализы. По генетике у меня все прекрасно. За здоровьем все прекрасно. Я его знаю. Врачи говорят, что вы сможете выносить сами, или вы рассматриваете суррогатную нить? ЭКО. Вот, все ЭКО. Я почему к нему? Потому что я его любила, я его люблю, но я его отпускаю, потому что, как говорится, насильно, милый не будешь, живи, будь счастлив. Он мой, извините, конечно, он мой единственный мужчина. Я не представляю, что я могу иметь ребенка от какого-то другого мужчины. Я знаю всю его родословную, знаю, что там все с генетикой в порядке, приличные, порядочные люди. И самое главное, этот малыш, ну как вам объяснить, вот для меня это будет второй Сереж. Аня, я не хочу иметь никаких детей. Я не сошла с ума. Аня, я не хочу иметь никаких детей. И к тому же я не хочу платить никакие алименты. Никаких алиментов не будет. У меня вот, может быть, семья вот в ближайшем будущем новая образуется. Как я буду объяснять всем окружающим, посторонним? Послушай, пожалуйста. Ну, можно никому ничего и не объяснять. Во-первых, я знаю, как для тебя должна репутация. Я всем скажу, что я загуляла, я забеременела незнамо от кого, и я родила, а ты жертва, ты будешь чистой, ты будешь благородной. К нашему разрыву ты никакого отношения иметь не будешь. Пойми, пожалуйста. Вот у меня есть договор, который я заключила с клиникой Коти. Тебе только нужно поставить подпись, что ты сдашь материал и станешь отцом. Все, ты говоришь про алименты, их не будет никаких алиментов. Дмитрий, если он так волнуется... Я не могу согласиться. Подожди, на что я согласна? Вот там 3 миллиона разница между домом и квартирой. Я готова написать отказ. От этих 3 миллионов это будет, ну как, подушка, гарантия того, что если ты волнуешься, если я вдруг передумаю и к тебе что-то предъявлю, я ничего не предъявлю. Аня, ну как ты это представляешь? Как я буду жить и знать, что где-то есть мой ребенок? К тому же ты всегда можешь заявить на алименты. Что я потом буду делать? Я же сказала сейчас про алименты. Вот, пожалуйста, поживи меня. Анна Георгиевна, если мы говорим об алиментах, конечно, вы не можете отказаться. Даже если вы сейчас напишите такую расписку, что я отказываюсь от любых алиментов, она недействительна. У нас отказ от права на судебную защиту, он в силу закона недействительен, а уж тем более в интересах несовершеннолетнего. Далее в программе. Так случилось, что это оказались Нина и Игорь. Чукнутые извращенцы, которые занимались сексом прямо в лесу в разгар охоты на оленей. Во-первых, это не было сексом. Почему романтическое свидание происходило в дремучем лесу в лютый мороз? Как вышло, что отправившись на оленью охоту, мужчина открыл стрельбу по людям? И сможет ли его жена договориться с потерпевшими? Вам сейчас предстоят суды с государством, а судиться с государством сложно, поверьте мне. После смерти мужчины на его квартиру претендует внучка и ее ровесница, которая заявляет, что была женой пенсионера. У кого больше шансов получить наследство? Да, здесь все-таки предлагаю как-то моральную сторону обсудить этого вопроса. Это будет только мой ребенок. А вы на что будете... Я репетитор. Я хороший переводчик была до замужества. Потом как бы финансы... И я занималась домом, сыном и забросила. Я опять вернусь к этому. Я буду содержать ребенка. У нас есть, на что жить будет. Я знаю, что... Ну, вот я только хочу, чтобы он был отцом. Ну, пожалуйста, ну... Помолчи, пожалуйста, Виталий. Ну что, мне на колени встать? Если ты этого не сделаешь, я не выживу. Ну, пожалей меня, пожалуйста. У меня уже слез не осталось плакать. Пожалуйста, мне нужен от тебя только ребенок. Валерий Леонидович, ну, Анну, я могу понять, у нее был смысл жизни, сын. И это был основной смысл ее жизни. Сейчас этого смысла нет. И, соответственно, образовалось огромное пустое пространство, которое Анна хочет заполнить ребенком. Аня, ну... Ну, просит вас выступить донором. И это, в принципе, обоснованно. Она вас действительно знает, любила. Многие годы, наверное, может любить до сих пор. Я же немного прошу. Пожалею, пожалуйста. Если вас интересует... Вы боитесь финансово как-то, что потом к вам будут какие-то претензии, в принципе, в договоре, если есть условие, что вы как донор выступаете, то тогда снимаются с вас все обязательства. Не как бывший муж, не как муж, не как отец. Просто как донор. В принципе, это возможно. Есть только единственное, от вас зависит моральная сторона этого вопроса. Готовы ли вы дать Анне смысл жизни? И, знаете, жизнь по-разному складывается. Конечно, понимаю, что, возможно, у вас там новая семья появится. Ну, а вдруг не срастется, не появится ребенок. Захотите вы участвовать в его жизни? Я не думаю, что Анна будет против. Нет. Как на твое усмотрение? Ну, не захотите. Это уже ваше право. Ну, пожалуйста, чтобы он был... Ань, может быть, все-таки рассмотреть такой вариант? Хорошо. Я согласен, но дело не в финансах. А просто ради нашей прошлой любви, ради нашей прошлой жизни. Вот только ради этого. Спасибо. Я согласен. Согласен, да? На эти условия согласен. Ну, я думаю, что вы, в принципе, можете поговорить уже не за этим столом, поскольку соглашение достигнуто. Договоритесь, осудите все вопросы, да, и уже подпишите договор, можете сделать это в клинике. Ну, я очень рад, что вы договорились. Спасибо. Пожалуйста, документы. Рад был вам помочь. Всего доброго. Спасибо. Здравствуйте. Стороны договорились. Может так случиться, что у нас с Олесей в будущем не будет детей. Ну, по крайней мере, я всегда буду знать, что с Аней у нас есть ребенок. Да, после пережитого я цепляюсь за любую возможность жить. Я знаю, что этот ребенок, который родится, он будет самым счастливым. Не доводите конфликт до суда. Я ж тебя по судам затаскаю. Будешь гнил в тюрьме. Твои дети пойдут в детдом. Опередите противника. Верни мне детей. Сделайте предложение, от которого он не сможет отказаться. Я хочу родить ребенка. Мировое соглашение. Очень полезный проект. Вам сейчас предстоят суды с государством. А судиться с государством сложно, поверьте мне. Каждый будний день на нашем телеканале. Алена Макарова требует от содержанки своего деда половину стоимости квартиры. В противном случае грозит забрать все имущество. Диана Уткина уверена, что в суде легко докажет факт любовных отношений с пенсионером. Ведь у нее на руках заявление о регистрации брака. Добрый день, уважаемые дамы. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Я очень рад приветствовать вас сегодня на встрече по досудебному регулированию конфликта, который между вами возник. Инициатором примирения является Алена Еберевна. Пожалуйста, Алена, вам слово. Какой бы вопрос сегодня с Дианой Александровной вы хотели бы обсудить? Я бы хотела сегодня договориться о наследстве моего дедушки. А именно о квартире, стоимость которой около 20 миллионов рублей. Так, а что? Я прошу выделить... Мне 10 миллионов рублей, то есть половина стоимости квартиры. Так, а вы внучка, а Диана тоже наследница? Нет, Диана приживалка. Какая я тебе приживалка? Я настоящая невеста ему. Посмотри, у меня вот даже кольца есть, которые он мне купил. Посмотри, и выписка из МФЦ. Чья невеста? Диана Олеговича. Диана собирается в суде доказывать, что она являлась сожительницей моего деда. Какая сожительница? Что она жила якобы на его иждивении. И на этом основании она собирается стать его законной наследницей. Наследницей как иждивенцей. Да, но хотя единственная наследница моего деда, это я, потому что я единственная дочка его сына. Мой папа умер два года назад, и у деда больше родственников нет. Вы единственная наследница по закону. По представлению, но после отца своего отца вы наследуете после деда. Так, а Диана Александровна претендует как иждивенец на наследство. В наследственные массы входят квартиры 20 миллионов. Да. Ну, пожалуйста, тогда подробности ситуации. А почему вы? Вы что, ну, в наследственном деле-то вы участвуете? Я пропустила срок вступления в наследство. Даже если признать просто Диану иждивенкой, то вы все равно в равных долях. Почему вы сейчас просите с нее 10 миллионов, как будто вам ничего не положено? Потому что я пропустила срок вступления в наследство. Мы пропустили срок? Но это все из-за Дианы, потому что она, когда начала жить с моим дедом, она ему запрещала общаться со мной и с моей матерью. Так. Да, и мы полгода просто были без связи с моим дедом. А вы не знали, что он умер? Мы даже не знали, да, из-за этого, что он умер. А-а-а. Ну, рассказывайте. Полгода он не брал звонки. Он мог не отвечать на сообщения в мессенджере. Мама к нему приезжала. То есть мы все переживали, что с ним что-то случилось. Она к нему приезжала. Он ее даже не пускал на порог. Говорил, что все в порядке. У нас все хорошо. И даже не приглашал ее там чай попить. То есть это вообще был нонсенс. У нас такого никогда не было. Она даже вызывала полицию, чтобы они зашли, там проверили состояние деда. А зачем вы приходили к нам? У нас все хорошо было. У нас любовь была. Мама его даже когда увидела, он был очень заторможенный. Алёна, извините, дедушке сколько лет было? Дедушке было на момент смерти 65 лет. А, ну то есть молодой еще. Да, любви все возрасты. Он был молодой мужчина. И надо вообще, ну, я считаю, надо разбираться, чем она его там опаивала, что он 65 лет умер. Здоровый мужчина. Вот Диана, она моя ровесница, ей 19 лет. Дедушке было 65. Да, он там, ну, он хорошо выглядел. То есть я могу понять, он был стройный, потянутый. 46 лет разница, да? Да, да, что в него могла влюбиться, ну, там, помоложе женщина, ну, 50 плюс. Но не 19-летняя девочка, которая... Да что ты вообще знаешь о любви? Ты вообще ничего о любви не знаешь. Мы вообще хотели проверить, что там, чем она его опаивала, что человек, ну, не старый мужчина в 65 лет умирает внезапно, непонятно почему. То есть у вас были подозрения, что у дедушки неестественная смерть. А вообще диагноз какой? От чего он умер-то? Петенька мой от инфаркта умер. И ничем я его не отравливала. Ну да, но мы собирались с мамой инициировать несколько судов, чтобы проверить, как бы, в отношении эксгумации тела дедушки, вот, проверить, чем ты его там опаивала или не опаивала, что он так внезапно умер. И она теперь там устраивает у него гулянки на квартире. А где вы познакомились? Нас познакомил друг. Я не знаю, где дед ее подобрал, но он нам всем говорил, что это внучка его школьного друга, что он ее взял, потому что вот друг попросил, она поступила в институт на платной основе, там живет мама одна, негде жить. Ну, в общем, она должна была жить с дедом на условиях того, что она ему покупает продукты и убирается. Ну, мы как бы с мамой не были против такой гуманитарной помощи, но с дедом начало что-то происходить, и даже соседка маме говорила, что он очень странно выглядит, он просто мог не появляться вообще во дворе, где он раньше занимался каждый день на турнике, на пробежках своих он не появлялся. Конечно, зачем ему старые бабки, если рядом с ним молодая, красивая, активная девушка? Ну, расскажите нам, Диана, о подробностях вашей совместной жизни. Да, я ему дарила умопомрачительные ночи. Мы проводили столько времени вместе, сколько страсти у нас было. Его же первая жена вообще ему никогда не давала. Ты можешь про мою бабушку, про мою семью не говорить, пожалуйста? Помолчи, пожалуйста. Я рассказываю все, что у нас было. И ты вообще не веришь мне никогда. Вот посмотри выписку из МФЦ. Мне не надо бумажки твоей вот эти вот. Что это за выписки? Надо проверить, в каком состоянии был, когда он это подписывал. Что это такое, Диана? Это выписка из МФЦ. О том, что мы собирались пожениться с Петром Олеговичем. Так что у нас все более чем серьезно. У нас с ним фактически брачные отношения. Надо проверить, в каком состоянии он был. Вы подали заявление о том, что вы планируете зарегистрировать брак. Но не успели, да? Да, к сожалению, не успели. А с вами, со всеми, он давно хотел уже общение порвать. И со снохой, его бывшей женой, умершего сына, которая и года после смерти не прошла, как нашла себе нового мужика, и тут же за него... Не повторяю, ты можешь не говорить про мою семью ничего? Про мою мать тем более. Так, то есть я так понимаю, Ален, а вы почему не сказали, когда Петр Олегович скончался, почему семья-то его не знала? Вы же знали прекрасно, что у него внучка есть, что мама есть у Алены, которая родственники Петра Олеговича. Почему вы не сказали, что он умер? Петр Олегович сам меня просил никому ни о чем не говорить. Когда он вас просил? После смерти? Нет, он мне сказал вообще ничего не сообщать родственничкам этим, потому что им только деньги от него нужны были, потому что они все алчные особы. Вот она, она постоянно у него денег. А вы-то подождите, вы претендуете как иждивенка, а вам-то что тогда от него нужно было? Вы же говорите, что вы на его иждивении состояли. Он вас содержал? Да, мы жили с ним вместе, я ему помогала, все продукты покупала, у нас с ним любовь была, полноценная семья, и я хочу, чтобы квартира была у меня. И он вас содержал? Ну, получается, что да. Тогда в чем вы обвиняете, Ален? Получается, она содержанка. Никакая я не содержанка, я его любимая девушка. И была бы с ним. То есть вы сейчас в суде будете доказывать, что вы иждивенка, вам 19. Да. Вы, в принципе, трудоспособная. Вы учитесь где-то? Учусь в институте. На дневном? Да, правда, на платной основе. Ну, хорошо, учитесь на дневном. Здесь есть шанс признать, что вы нетрудоспособны. Вы были зарегистрированы в квартире Петра Олеговича? Сможете доказать, что последний год с ним проживали целый год, 12 месяцев вместе непрерывно с ним проживали? Да. Сможете доказать? Сможете. Хорошо, допустим. А то, что он вас содержал, вы еще какие-то заработки, может быть, вам там родители помогали, еще кто-то, вы где-то денежные средства где брали? Я сама себя обеспечиваю вообще-то, но денег всегда мне не хватало. Как вы обеспечиваете себя? Да вот и никак. Я уже, кстати, заседание начала, а ты пропустила срок вступления в наследство. Какое заседание? Судебное заседание. На первое я, к сожалению, не пришла по уважительной причине, потому что заболела. Что за дело? Кто его инициировал? Заболела. Мне вообще сейчас очень сложно бодаться с департаментом имущества. А, к вам департамент имущества? Да. Вы с иском обратились? Да, да, к сожалению. Но мой дедушка родной, он нанял мне очень хорошего адвоката. Родной дедушка? Да, мой родной дедушка нанял мне хорошего адвоката, и поэтому я 100% выиграю это дело. Вы считаете так? Да, конечно, я уверена. Что вы все докажете? Да. То есть сейчас департамент имущества считает, что это квартиры выморочные имущества, потому что вы наследница под вопросом, а вы, Алена Игоревна, пропустили срок. По уважительной причине. И, по сути, вы можете сейчас, если вы обратитесь в суд, а должны будете, о восстановлении срока на принятие наследства. Шансы 50 на 50. Да вам надо будет доказать, что это уважительные причины. Вам, Диана Александровна, нужно доказать все обстоятельства, чтобы стать иждивенкой, чтобы вас признали. А это тоже не так просто в 19 лет сделать. Поэтому у вас шансы в суде у обеих не очень. Вы можете квартиру вообще просто потерять эту, и она станет вымороченным имуществом, и государство примет ее к себе в казну. Я просто... Вы сейчас тут вот сидите, спорите о чем-то. Если вы готовы только на половину квартиры, и, в принципе, половину готовы, да, я так понимаю, 10 миллионов вам надо. Я предлагаю сейчас, потому что у них ума не хватает, что квартира может вообще никому не достаться, что она может просто достаться департаменту. Может, а с департаментом судиться непросто. Я предлагаю сейчас на каком-то мирном соглашении договориться. Может, вам вместе вообще объединиться? Далее в программе. Так случилось, что это оказались Нина и Игорь. Чукнутые извращенцы, которые занимались сексом прямо в лесу. Во-первых, это не было сексом. Почему романтическое свидание происходило в дремучем лесу в лютый мороз? Как вышло, что, отправившись на оленью охоту, мужчина открыл стрельбу по людям? И сможет ли его жена договориться с потерпевшими? Я предлагаю нам с Дианой сейчас договориться мирно, 50 на 50. Половина стоимости квартиры мне, половина она оставляет себе. Но только после того, как вы ее все-таки получите в собственность. Вы либо Диана. Вам надо вообще решить, кто кого поддержит в суде. Я считаю, что у вас, конечно, больше шансов восстановить срок, нежели чем Диане доказать, что она на Иждивине находится. Может, вам вот объединить усилия, так сказать. Вы поддержите Алену в суде, она выиграет дело, ей восстановят срок на принятие наследства. Она все-таки законный наследник Петра Олеговича. Она получит квартиру и обещает вам половину. 10 миллионов рублей. Вы получаете либо 10 миллионов, либо вы можете вообще ничего не получить. Вам сейчас предстоят суды с государством, а судиться с государством сложно, поверьте мне. Вам надо договариваться и действовать вместе согласованно, если вы хотите вообще эту квартиру получить, и хоть что-то. Щедрое предложение со стороны Алены Игоревны половину стоимости вам отдать. Ну, хорошо. Согласны? Да. То есть объединяйтесь. Прекращаем ругаться, выяснять, кто чего. Ну, я действительно думаю, если уж было заявление подано, то Олег Петрович тоже в этом, Петр Олегович, точнее, тоже в этом, естественно, участвовал. Может, действительно были отношения. Но сейчас вы в такой ситуации, что вам надо объединяться и выигрывать суд, и уже потом делить квартиру. Я согласна, да. Диана Александровна. Согласна? Да. Все. Да. Ну, обсудите в дальнейшем с адвокатом, со своим. Обсудите, как вы будете дальше действовать в суде, какие давать показания, кто будет кого поддерживать. Да? Все. Я очень рад, что вы договорились. Спасибо большое за участие. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Стороны договорились. Я бы с ней вообще ни о чем не договаривалась, потому что я с ней общалась и понимаю, что это за человек, недалекий человек, с которым идти в суды бесполезно. Поэтому лучше сейчас с моей стороны будет милостью с ней договориться напополам, чем потом разбираться и вообще остаться ни с чем. Я была единственным дорогим человеком для Петра Олеговича. Но теперь я не хочу бодаться с департаментом. Пусть этим вопросом занимается его внучка. Хотел признать ошибку и извиниться, но вырвалось... Сволочное. Бывает и такое в мировом соглашении. Вот как нас можно принять за нормальных оленей? Честно, очень похоже. Интересно, удастся ли Дмитрию Агрису найти компромисс? Не надо сюда подключать государственные регуляторы в виде суда. Вам надо решить, здесь все мирно. Смотрите каждый будний день. Виктория Трубина пытается добиться смягчения приговора для мужа и выплатить компенсацию случайно пострадавшим от действий ее супруга людям. Игорь Махинов и Нина Стратова требуют увеличить сумму. Уверены, что их никак нельзя было перепутать с настоящими оленями. Пожалуйста, Виктория, дам слово. Здравствуйте, Дмитрий. Я пришла сюда, чтобы защитить права своего мужа Трубина Антона Михайловича, который выстрелил в этих самозванцев, извращенцев. Выстрелил? Это нормально? Да, выстрелил. Позвольте, я расскажу эту историю. Пожалуйста. Мой муж очень добрый человек, очень самый спокойный. Он ни за что бы не стал стрелять в людей. Спокойный, да? Вот три раза он нас... Он нас чуть не убил. Дробью причем, из ружья. Я все-таки продолжу. Дело в том, что он заядлый охотник. Очень любит охоту. У него есть охотничье ружье. Охота на людей, да? И все необходимые документы и разрешение на это право. Он все делает по закону. Обычно он ездит на охоту с друзьями, но в этот последний раз, роковую ошибку совершив, он поехал охотиться один. Это был декабрь месяц, разгар охоты на оленей. Он поехал в специально отведенное хозяйство, то есть все было в рамках закона. Бродил по лесу очень долго и вдали увидел парочку оленей. Он не стал походить ближе, потому что он боялся, что он их спугнет, и они убегут. Он прицелился и сделал первый выстрел. Он перезарядил ружье и выстрелил еще два раза. Так случилось, что это оказались Нина и Игорь. Чукнутые извращенцы, которые занимались сексом, прямо в лесу, в разгар охоты на оленей. Во-первых, это не было сексом. И как извращенцами нас обзывает? Оскорбляешь нас? Ты хочешь новую статью, что ли? То есть, Антон Михайлович, будучи на охоте, в лесу увидел Игоря и Нину. Да, но он не знал, что это люди. Они были в костюмах оленей. Подумал, что это олени, и начал в них стрелять. А вы вот в таком виде были. Да, мы были в таком виде. Как можно спугать нас? Он был вдали, я повторюсь, я не знаю, правила охоты. Возможно, им и стоило подойти поближе, чтобы удостовериться. Но из-за плохой видимости, из-за снегопада, он, когда подошел поближе, понял, что это были люди, а не животные, он сразу же оказал им помощь, дотащил их до машины, отправил их в больницу. Можно сказать, что он вам жизнь спас. Какую жизнь? Он нас чуть не убил. Вашу жизнь. Вы его герои каким-то восстановлены. А чем стрелял? Дробью стрелял. А, дробью. Дробью стрелял. Дробью стрелял. Так, и какие травмы у вас? Ну вот у меня, пожалуйста, он вам отстрелил. Вы все принесли. Я месяц провалялся в больнице. Нина, две недели пролежала. У меня четыре ребра. У меня кость правой руки, пожалуйста, вот, посмотрите. Месяц провалялся в карте. Я месяц. У нее два ребра. У меня еще левое легкое повреждено. Мало того, вот, пожалуйста, 90 тысяч рублей мы потратили только на лекарства. Вот, пожалуйста, все подтверждается. Так. Ну, то есть травмы какие-то были. Но я так понимаю, что не смертельные, да? И уж не такие серьезные. Ну, не смертельные, да. Ну, вот, четыре ребра, правая рука. Вас просто спасли. Да, ну, пятьсот тысяч рублей. Вот она предлагает, в общем, пятьсот тысяч рублей. Мы предлагаем пятьсот тысяч рублей. Да, Виктория Олеговна, что сейчас с Антоном Михайловичем? Он сейчас находится в СИЗО. Ну, выдвинули обвинение по части 1-1-1-1-2 КРФ. Ага. Мы очень хотим, чтобы, Нина и Игорь, приняли нашу денежную компенсацию, которая является добровольной. Пятьсот тысяч рублей, это не маленькие деньги. Мы необеспеченная семья, и у нас еще двое детей. Ну, слушайте, мы просим, а мы молодые актеры. Нас завелось от тысячи от компенсации. Да, мы очень хотим, чтобы они приняли эту компенсацию. И морально, материально, 500 тысяч рублей вы предлагаете. Да, и чтобы в суде они сказали, что не имеют претензий к моему мужу, ему хотя бы... Ну, материального характера, да? Да, совершенно верно. Да, понятно. Я очень надеюсь на это. Я уверена в том, что мы... Я так понимаю, что Игорь и Нина не согласны. Мы не согласны. Конечно, нет, какие 500 тысяч рублей, это вообще издевушка. Вы мне, пожалуйста, объясните, как вот вы в лесу, в охотничьих угодьях оказались в костюмах оленей, да еще там, вот как говорит Виктория Олеговна, сексом занимались. Мы молодые актеры, мы подрабатываем аниматорами, ну, не новое, да, собственно. Мы в костюмах оленей, мы поехали на загородный дом, мы там вели праздник для детей, приключения веселых оленят. В доме банкира, детей его развлекали, поехали с другими артистами, возвращались обратно на автобусе, нам агентство выделяет пазик, он сломался на трассе возле леса. Ну, мы пошли погулять, мы пара, мы пошли... Мы поняли, история-то с починкой долго затянется, да, и мы там познакомились в нашем агентстве. Так вот, мы в зимнем лесу, мы пошли прогуляться, ну, мы решили просто, ну, что, это не было сексом, это просто мы обнимались, ну, холодно, декабрь, день, как он вообще, ну, это не ночь же. Ну, хорошо, снегопад. Ну, во-первых, вот у меня, пожалуйста, правила охоты. Я вам скажу, тут все, цитата есть, пожалуйста. Он стрелял дробью. Ну, вы говорите, он охотник, да, у терапыра у него опыт большой. Он занимается этим много лет. А почему он в олене стреляет дробью, когда дробью не стреляют в олене? Послушайте, я не знаю всех правил охоты. Пожалуйста, почитайте, почитайте, пожалуйста. Я не знаю всех этих правил охоты. Ну, ваш муж-то знает. Если он стрелял дробью, значит, на это у него были свои основания. Значит, он специально убить нас хотел. Какие тут еще могут быть основания? Нет, ну, понимаете, он садист, ты ублюдок. Почему он? Это вообще охота, это дробь, это насилие над животными. Он специально стрелял тогда дробью, хорошо, они с дробью лежат, и он их будет добивать, что ли, так, что ли, я понимаю? Это я слышу от людей, которые снашаются в лесу в разгар охотничьих оленей. Если вы не знаете, что такое снашаться в лесу, вот так. Уберите, пожалуйста. Занимаются сексом оленей в лесу. Пойдем, вот, давай, встаньте просто покажем. Мы специально распечатали. Мы специально пришли в костюмах оленей. Вот как нас можно принять за нормальных оленей? Костюмы были такие, как вас. Честно, очень похоже. Ну, а издалека, ну, просто олени настоящие. Ну, так смотрите, он был вдалеке. Он стоял близко к нам, он видел нас, вот где вы сидите. Он был вдалеке, и еще был снегопад, вы понимаете, видимость плохая. Оленя, что я на двух лет в лесу снимаются, мы вот так обнимались. Ну вот, мы обнимались, ну вот так вот просто. Олени вот так вот стоят. Какой секс-то вообще был? К тому же я приспустила с Игоря костюм. Было понятно, что это человек? Приспустили костюм еще с него. Да. А почему вы говорите, что вы сидели в автобусе, который сломался? А вы не переодевались? Мы наоборот оделись, потому что было холодно, надо было как-то согреться. Вы в костюмчик пошли прогуляться. А рога зачем надели тогда? Они вам тоже для тепла? Ну нет, ну мы просто, мы как, мы доезжаем до места и там сдаем костюмы, чтобы, потому что, ну вот вы знаете, как операторы работают, они камеру от себя, там, штативы не отпускают. Мы костюмы с собой возьмем. Вы знаете, мы не хотим потом нести ответственность за эти костюмы. Я сомневаюсь, что операторы ходят со штативами гулять в лес. Нет, ну слушайте, они на съемку идут, вот попробуйте у них штатив отобрать. Они не отдадут штатив, мы точно так же свои рога не отдадим. Мы за них ответственны. Если мы их потеряем, то мы заплатим за них. Ну вы хотите сказать, что Антон Михайлович специально шел туда, знал, что вы там будете в костюмах, знал, что вы люди, и вас решили пострелять. Он вас знает, может, у него какие-то мотивы были. Он никогда бы не стал стрелять в людей, он самый добрый, какой бы человек. Ну какой мотив? Ну мы не знаем. На преступлении должен быть мотив. Мы говорим, что это не гуманно. Вы вообще знали, Антон Михайлович, до этого? Нет. Он вас не знал? Нет, абсолютно. Ну и зачем тогда он вас хотел убить? Вот скажите. Вы спросите, Виктория. Мы знаем. Послушайте, я еще раз повторяю, мой муж Антон, самый добрый и спокойный человек. Он ни за что бы не стал стрелять в людей. Именно поэтому мы хотим и предложить вам компенсацию 500 тысяч рублей. за эту нелепую ошибку. Ваш добрый человек, а почему он тогда дробью стреляет в оленя, когда правила охоты, которые я вам показал, это запрещают? Почитайте. Еще раз объясняю, если он сделал именно так, значит, у него были на эти основания. Мы малообеспеченная семья. Это наша проблема. Здесь вопрос не в том, чем он стрелял. Сейчас его обвиняют по серьезной статье. Да, это была ошибка, но в любом случае суд, когда будет выносить приговор, конечно, он учтет все обстоятельства. И в том числе вот ваши наряды. Мы специалисты не пришли, конечно. То есть здесь так совпало. Антон охотился на оленей. Вы в костюмах оленей, снегопад, лес, разрешенное место для охоты. Ну какой мотив? Ну правда. Но суд это тоже все учтет. В том числе при компенсации, при определении суммы компенсации. Сколько вы потратили на лечение, чисто на лекарства? Вот 89 тысяч. 89 тысяч. Почти 90 тысяч мы потратили, молодые актеры. Почти 90. Даже округлим до 100. Да. Вам предлагают сейчас 500. То есть 400 тысяч. Это в качестве компенсации мы считаем только морального вреда. 200 тысяч на каждого. Поверьте мне, в суде вы можете такую сумму не получить. С учетом всех обстоятельств. Ну, Антон, безусловно, виноват. Конечно. Это трагическая случайность. У вас вред здоровью никто не оспаривает. Но и поведение ваше тоже способствовало случившемуся. Уж извините. Да, я тоже так считаю. Ну мы виноваты. Мы откуда знали, что сезон находится? Так и он не знал, что там два будут актера в костюме оленей. Ну правда. Ну как это можно даже предположить себе нельзя? В общем, наше слово не знаю. Пока 3 миллиона. Не знаю. Ну 3 миллиона. Ну где вы получите 3 миллиона? Ну берите кредиты из документов. Я не могу дать кредиты, потому что у нас 2 недели. Мы должны решать о них проблемы. Я не смогу продать квартиру. А у вас еще двое детей? Да, у нас двое детей. Несовершенно летние или взрослые? Конечно, мы маленькие. 5-7 лет. Оправдание какое. Это большое оправдание. Просто в этом пока ничего не понимается. Ну это я к тому, что вы получите в суде гражданский иск ваш удовлетворят на более меньшую сумму, чем вам сейчас предлагает Виктория Олеговна. Скорее всего, даже Антону Михайловичу дадут минимальный какой-то срок или условный, потому что у него двое детей на иждивении еще несовершеннолетних. А потом вы будете эту сумму получать с его зарплатой по 10 тысяч рублей в месяц. Мы хотим максимального срока для него тогда. Если они нормальную компенсацию не могут обеспечить. А что вам это даст? Что вам это даст? Его максимальный срок? Справедливость должна. Вы заговорили про справедливость. Ну давайте, я вот сейчас подумал. 500 тысяч вообще, это просто издевательство. Хорошо, давайте 1 миллион рублей. Наше последнее предложение, миллион рублей. 500 тысяч рублей компенсации Нине и мне. У тебя вот скажи, у тебя, во-первых, у нее еще шрамы, она работает моделью. Вот расскажи про это. Да-да-да. Модельная карьера, актерская карьера. Все, крест на это можно поставить. У меня два ребра. Почему актерская? Два ребра повреждены. Теперь шрамы на всю жизнь. Я снимаюсь в топ-лес, я снимаюсь в постельных сценах. Не надо глаза здесь закатывать. Ну может, вам переквалифицироваться в характерную актрису без постельных сцен? Аниматорами мы просто подрабатываем. Если меня устраивают, если мне за это платят хорошие деньги, почему нет? Теперь можно просто об этом забыть, это вычеркнуть из моей жизни. Я не верю в то, что мой муж стрелял у людей. Он никогда бы этого не сделал. Придется поверить, он сделал это. Раз уж вы заговорили про компенсацию в один миллион рублей, хорошо. Мне придется влезть в такие долги, вы себе просто не представляете. Но я готова заплатить вам один миллион рублей. Один миллион рублей это максимум, который я могу предложить. Нигде больше вы не получите в суде точно. Соглашайтесь на миллион рублей. Ну ладно. Это очень щедрое предложение. Мы соглашаемся на один миллион рублей. Тогда 500 тысяч рублей компенсация Нине, 500 тысяч рублей мне. Знаете, я вам посоветую вашему мужу больше охотой не заниматься. И все, что пусть, пожалуйста, на его совести будет. Безусловно. Но вы тогда обязуетесь написать заявление о том, что вам вред моральный и материальный, причиненный преступлением, возмещен в добровольном порядке. Сейчас следствие еще или суд уже? Следствие. Следствие. Я надеюсь, что они не верят. То есть следовать на имя следователю пишите такое заявление от обоих. Хорошо. Да? Согласны? Да. После того, как Виктория Олеговна передаст вам еще 500 тысяч рублей. Пожалуйста, ваши медицинские документы. Я рад, что помог вам договориться. Все-таки вы тоже в следующий раз думайте, в каких костюмах и где. Спасибо большое. И чем заниматься. Вы очень мне помогли. Спасибо вам. Возьми фотографии. Всего доброго. На память. Я очень рада, что нам удалось договориться. Обязательно переведу оставшуюся сумму 500 тысяч рублей ребятам. И надеюсь, это поможет моему мужу Антону загладить наказание или вовсе его избежать. Ну, в общем, мы договорились на 1 миллион рублей. Не сильно много, но с учетом всех обстоятельств мы с ним так посоветовались. А все остальное пусть будет на совести Антона. Теперь полюса не погуляешь даже нормально. Муж продает жену. Ты меня продаешь другому мужику за 500 тысяч. А если он завтра захочет со мной переспать, ты что, блин, вообще что ли? Должник не возвращает деньги. Я хочу 200 тысяч. Либо ты сядешь. Вот серьезно. И только гениальный переговорщик... Так, девочки! ...решит проблему. Да никому верить нельзя. Мне можно только единственное. Мужик, а ты кто? Дмитрий Агрис в мировом соглашении на нашем телеканале. Фу! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова